Барселона Крис Сендергард Есть варианты атаку развить? Педро Думал Ави В эпизоде хорош, но это еще не все Мяч в игре и он рядом с воротами Обратный пас Вот это мы и называем плотностью игры Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист мяч перехвачен Ави Увидят партнера и мягонько головой скидывает ему мяч Ави все умеют Кроме может быть отбора Но как говорится для плеймейкера отбор не очень обязатель На ударный пас Думаю надо бить и забивать И вот он удар поворотом А это гол Время подают своим товарищам капитанам Сыграл великолепно и этот мяч я думал будет украшением этого матча Красивый гол получился Да и штангу молодец Ави 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 Может быть, завтра и поспорят, а был ли здесь офсайд. Больше вперед играет, но чужой фрактор. Это опасно. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно проворот опробить. Этот нападающий известен великолепной реализацией момента. Может быть, даже больше 50%. Мускец не попал. Причем, как мы в фильме известно говорили, там хотя бы не попал в шарик, а здесь вообще никуда не попал. Ничего не в ворот. Я поражен. Такой замах. И чуть назад на бессе передача. Думаю, надо бить и забивать. Али. Ну и вот результат борьбы. Мяч отобран у игрока и катится по газу. Думаю, надо бить и забивать. Хороший момент. Уверенно успевает к этому мячу и отбивает его довольно далеко. Петро. Али. Али. Даня Альвес. Думаю, надо бить и забивать. Ну давай! Похоже, просто пробить хотели вратаря, но ничего не получилось. Правильное решение арбитра продолжить матч. Не часто так вот встречаешь, когда человек грамотно судит матч. Даня Альвес. Даня Альвес. Минимальное количество голов, минимальный перевес. Нас, конечно, ждет перерыв. Все идет как надо. Нас любят в тюрьму. Да, выбора абсолютно нет. Давайте будем смотреть. Али. Черкёв, пускец. Что творит Леонель Месси? Вот пошла борьба. Думаю, надо бить и забивать. Да, пройти было сложно в этой ситуации. И форвард явно спасал, выпустив мяч за боковую. Али. Место. Даня Альвес. Может быть, это и правда второй Бородона, это Месси. И... Вот она, скидочка. Педро. А вот удар. И это отличный сейв. Мяч уходит за пределы поля. Будет подаваться угловой. Есть ощущение, что будет замена. Правда, не у меня одного. Маскирано. Ильич слегка задевает. Может быть, замахиваться-то было не так серьезно. Позиция-то была подходящая. Я вообще удивлен, что у него голова осталась на месте после этого удара. ГОВОРИТ ПО-НЕРЛЯН ИНТРИГУЮЩЕЙСЬ НА 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 ИНТРИГУЮЩЕЙ И если пробьет отсюда, может быть, очень опасно. Доходит мяч от голкипера, дошкакивает с ворота. Ну, давайте посмотрим. Может быть, немножко упивались собственным превосходством. Да, футболиста одна из команд, и где-то не хватило внимания в обороны. Потому что они слишком двигались. А все, и сегодня заменим территорию. Вот как все делают такие вороны. Мы выключали один или два раза. Вот смотрите, что происходит с ворота. И вот теперь удрученно смотрят на замедленный повтор. На стадионе тоже есть огромное табло. Смотрят, как же такое могло получиться. Но нужно как можно быстрее избавиться от этих мяч. Гол, забитый головой, как-то смотрится иначе. И ударом от ворот кто-то, скорее всего, вратарь, ведет мяч в уголку. Так, мы будем смотреть внимательно за действиями нового игрока. Возможно, именно он поможет каким-то образом изменить счет. Который, напомню, пока равен. Неймар получил, отдал, открылся. Затом футбола на коротке. И поглядим, удастся ли обороняющимся вынести мяч о штрафной. Я пока не очень пойму, чей этот мяч. По-моему, пока он не чей. Поверь. Как внешне легко порой, кажется, да, Барселона создает моменты. Игрок Барселоны перехватывает мяч. Ани. Гоня у нас. Думаю, надо бить и забивать. Опасно! И положение вне игры фиксирует судья на линии. Спорная ситуация, претензии игрока. Хотя сам-то игрок. Как-то он чувствует, как было в саде или нет. Ну, что решил арбитр поедить. Ну что, идет второй тайм. Ничья. Замены. Посмотрим, как эти замены изменят игру. Таня у нас. На ударной позиции игрок Барсы. Опасно! Барселона добивается успеха. Игрок Барселона добивается. И как дальше атаку развивать? Можно по-всякому. Гаймар. Тает время. И шансы отыграться тоже тают. Но они есть. Их не так мало. Даня у нас. Смотрим и любуемся на Месси. Питер Крауч играет в атаке. Мы с вами ждем навеса в штрафную. Или не ждем. И, в принципе, перемещение игроков всегда создают одну для возможности готовить на передачу. Один пас лучше другого. Это шанс. И мяч в воротах соперника Барселоны. Полночка Барса. Игра. Прогодает интрига. Это можно понимать, что для каждого из ключей, один был отложиваться. Человека выстрадал. Все это сыграет. Давайте поаплодируем выбору. Никаких сомнений, никаких волнений. Игрок точно направляет мяч в ворота. Видим на борьбу. На опережение. В момент приема атаковал. Успел мяч сыграть. Все по правилам. Барса выиграла. Финальный свисток прозвучал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...